МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире национального телевидения Чувашии программа «Спортивные надежды». В предыдущих выпусках мы рассказывали вам о командных видах спорта, сложно-координационном фигурном катании и экстремальном фристайле. Сегодня же поговорим о силовом виде спорта, а именно о тяжелой атлетике. На экране фрагменты чемпионата Европы нынешнего года по тяжелой атлетике. А на помосте спортсменка Чувашии Наталья Хлесткина. Выступает она в весовой категории до 63 килограммов, и это первые ее взрослые международные старты. Дебют удался. Конечно, при выполнении рывка Наталья заставила зрителей поволноваться. Однако после двух неудачных подходов она все-таки покорила штангу весом 99 килограммов и завоевала серебро чемпионата. Второе упражнение «Толчок» далось спортсменке спокойнее. Тут она завоевала золото с результатом 123 килограмма. 222 килограмма, набранные по итогам двоеборья, позволили тяжелоатлетке с Чувашией занять верхнюю ступень пьедестала. Ну, изначально ехали туда исключительно за золотом. Надеялось, конечно, что все три будут золотыми медалями. Но, к сожалению, первые две попытки были неудачными, была техническая ошибка. Ну, справились, собрались. Геннадий Геннадьевич помог успокоиться и выступили хорошо. Так особо не переживала за третий подход. Уже как-то все равно была внутри уверенность, что я смогу поднять, потому что настрой был на победу. И вот этот настрой мне помог. Да, немножечко пришлось поволноваться в первом упражнении. Ну, в связи с тем, что у нас в последней тренировке, немножечко у Наташи чуть-чуть плечо стало побаливать. И как бы оно само собой как-то координационно немножко потеряло вот эту вот траекторию движения. И вот это сказалось как раз на соревнованиях. В истории тяжелой атлетики Чувашии – это первое золото, заработанное на международных соревнованиях такого ранга. Однако Наталья со своим наставником Геннадием Ивановым не останавливаются на достигнутом. Чемпионат Европы – это лишь одна ступень на пути к основной цели. У нас, конечно, единственная цель – это Олимпийские игры. И поэтому, так сказать, что именно мы к чемпионату Европы готовились только – это неправильно. Мы готовимся к Олимпийским играм. И я думаю, что в программе как раз по этапу проходим, что нам первый этап мы в сентябре в Китае на гран-при выступали и там серебро завоевали, получили первую лицензию олимпийскую. И сегодня, то есть вот сейчас выступление в Норвегии, мы получили вторую лицензию. Необходимое количество лицензий на руках. Следующая ступень – отбор в Олимпийскую сборную страны. Заключительные соревнования перед главными стартами четырехлетия пройдут с 22 по 30 мая. Это чемпионат России, по итогам которого будет сформирована команда для участия в Олимпийских играх. Уверенность есть. Нужно будет только покорять новые-новые результаты. Обращаться со штангой чемпионку Европы научили именно здесь, в зале на базе Чебоксарского училища Олимпийского резерва. Помещение скромное, небольшое, зато спортсмены здесь вырастают совсем немалого разряда. Сколько мастеров спорта России и мастеров спорта международного класса еженедельно принимает этот зал? Конечно, бытует мнение, даже кто-то пошутил, сказал, что все олимпийцы или большие спортсмены, все выходят из подвала. Вот как им дали большой, хороший зал, так сразу пропали все олимпийцы. Ну, я не согласен с этим, конечно. В этом, ну, не в зале сделать. Наверное, что зал нам даст? Конечно, даст, потому что вот сегодня мы находимся в нашем таком цокольном подвальном помещении, поэтому вы сами видите, какие потолки маленькие. Ну, спортсмены знают этого вида спорта, что действительно нужны высокие потолки, объем воздуха, чтобы был хороший, и вот эта вся атмосфера, которая вот позволяет спортсменам расти. Именно здесь проходят тренировки Натальи Хлесткиной вне сборов. Следующий старт очень ответственный. За место в Олимпийской сборной России в одной весовой категории с Натальей выступит чемпионка мира Тима Туриева. В данный момент личный рекорд нашей спортсменки – 245 килограммов. Лучший результат Владикавказской тяжелоатлетки – 263 килограмма. Однако, несмотря на это, имя Тимы Туриевой особого страха не наводит. Таких задач, например, сегодня на Европе мы не ставили, чтобы выйти вот на такой результат, который, чтобы, как бы, скажем, запугал ту же Тиму Туриеву. Ну, я думаю, что это не главное. Главная задача была – это выиграть. Конечно, стабильность очень была важна, чтобы действительно сборная команда тренера посмотрели и увидеть в ней того бойца, который может бороться за медали и не только на чемпионате Европы, но и на Олимпийских играх. Поэтому сегодня я вот не вижу никакой причины волноваться пред тем, скажем, боем, так не говорят в тяжелоатлетике, но тем не менее это будет действительно бой какой-то, наверное, в этой весовой категории между Хлёсткиной и Туриевой. Ну, победит, конечно, сильнейший, но я думаю, что мы бой ей дадим, и она прекрасно знает, знает Наташу, какая она. Я думаю, что у нее волнение тоже есть, поэтому здесь все в равных условиях. Вместе с Натальей Хлёсткиной к участию в чемпионате России готовится Ирина Баймулкина, выступающая в весовой категории до 58 килограммов. На счету спортсменки бронза первенства Европы, золото первенства России в прошлом году и победа на Кубке России в 2016-м. Буду стараться занять первое место. Мы рассчитываем на первое место, и потом буду готовиться уже на свою Европу. Она также, как и Наталья, выигрывала в этом году Кубок России, но там немножечко травмы и не позволили попасть на чемпионат Европы, поэтому решили чуть повременить. Ну, я думаю, что в этом году у нее еще впереди будет первенство Европы среди молодежи в Израиле. Я думаю, там она будет принимать участие и будет достойно отстаивать. Любовь к штанге у девушек зародилась еще со школьной скамьи. Тогда, возможно, они и представить себе не могли, во что она перерастет. До тяжелой атлетики я танцевала 8 лет. Ну, в принципе, физически развита была хорошо. И таким случайным образом оказалось, что у меня одноклассники занимались тяжелой атлетикой и, естественно, потащили меня с собой. Мне очень понравился вид спорта этот. Буквально с первых секунд, наверное, так начинала заниматься так с палочкой, технику ставили, немножечко уже определив, что я могу заниматься, и данные позволяют, уже начали более серьезно заниматься. У нас в школе только тяжелая атлетика была, начала заниматься, понравилось. Уже когда сюда приехала, уже серьезно заниматься начала, соревнования, выигрывать, уже все, не могла остановиться. И это далеко не все перспективные представительницы слабого пола, связавшие свою жизнь с тяжелой атлетикой. Здесь же готовится к первенству мира мастер спорта международного класса Александра Козлова и мастер спорта России Яна Мохина. Соревнования пройдут с 27 июня по 2 июля в Грузии. Перед этим спортсменок ожидают три выездных сбора. Ну, волнений на данный момент нет, до соревнований еще практически два месяца. Главная цель, конечно же, выиграть первенство мира. Ну, для этого нужно пахать, чтобы не подвести и себя, и тренера. Для меня это очень серьезный старт, потому что два прошлых международных старта не осуществило то, что хотело. Выступления были не очень хорошими. Вот, поэтому сейчас главная надежда выполнить все то, что не выполнило именно на этом, на этих соревнованиях. Личный тренер каждой из героинь – Геннадий Геннадьевич Иванов, который также является президентом Федерации тяжелой атлетики Чувашии. Он поделился секретом своего тренерского мастерства. Наверное, высот больших достигает, воспитывает тренер тот, который живет этим. Ведь спорт – это как искусство, это надо любить его, а не просто научиться любить. Наверное, это как-то приходит оно с рождения, либо оно есть, есть это любовь к этому виду спорта, либо ее нет. Поэтому единственное в детстве прививает. Конечно, кто-то уходит, кто-то продолжает. Но вот, чтобы действительно быть профессионалом, это надо просто иметь образ жизни именно в этом виде спорта. У Геннадия Иванова уже есть последователи, причем в лице его же воспитанников. В дальнейшем я планирую после завершения карьеры, пока еще не планирую завершать, но в дальнейшем хочу начать работу тренера. Буду помогать Геннадьевичу и дальше тоже выращивать спортсменов, подготавливать их к высоким достижениям. Конечно, зал маленький у нас сейчас, потолки низкие, это давит немножечко. И хотелось бы, конечно, большой зал, и там будут уже, естественно, другие условия для занятий, больше будет детей приходить. Сегодня по всей республике тяжелой атлетикой занимаются около 600 человек. Совсем скоро это число может заметно увеличиться. Благодаря высоким достижениям тяжелоатлетов Чувашии, администрации города Чебоксары, было принято решение передать зал бокса детско-юношеской спортивной школы имени Валерьяна Соколова под тяжелую атлетику. Боксеры же переедут в новый физкультурно-оздоровительный комплекс по Эгерскому бульвару, который планируют сдать в День Республики 24 июня 2016 года. Мы рассчитываем на сегодня, что подготовительные работы начнутся сразу после переезда боксеров в новый зал. И с 1 сентября 2016 года отделение тяжелой атлетики заработает в новом зале с новой силой. Ну и необходимо сказать, конечно, что мы надеемся в первую очередь, что в это отделение будет приток детей, которые на сегодня будут заниматься. Мы сейчас говорим не только о чемпионах Европы, не о Наташи Хлёскиной, не о Ирине Баймолкиной, а о детях, которые только придут. Ведь чемпионы из кого-то должны выходить. И вот этот зал, наверное, позволит в полной мере набрать детей на все этапы спортивных побед. Не сомневаются в этом и сами тяжелоатлеты. Новый зал, возможно, станет мастерской новых побед и новых рекордов. А тот зал, который нам предлагают, действительно, я в нем был, он мне очень понравился. Если рассуждать, что нам только для тяжелоатлетики его дают и другого вида спорта не будет, я думаю, что со временем его можно очень хорошим центром сделать тяжелоатлетикой для Чувашской сборки. Мечта героев этого выпуска о новом специализированном зале для занятий тяжелой атлетикой почти сбылась. Но есть еще одна – видеть Наталью Хлёскину в списке кандидатов в Олимпийскую сборную России 2016 года. Ведь она своим многолетним трудом и упорством стала для Чувашии не просто спортивной надеждой, но и олимпийской. Редактор субтитров А.Семкин